Знаете, я решил, что мне маловато сегодня поездок на машине, и решил все-таки доехать до Ферганы. Тем более, что Тококан доехать буквально два часа, примерно. И первая точка, к которой я приехал, это русский театр драмы. Сейчас я вам его покажу. На самом деле, я бы не сказал, что прямо, что-то прямо, 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 примечательное. Ну вот, с фасада он выглядит как-то вот примерно вот так. Ну, в целом, да. Действительно, ну, похож на драмтеатр, наверное, в любом городе, в российском, в целом. Мне лично напомнил, хотя нет, в Новокузнецке даже посимпатичнее драмтеатр. Министерство культуры Республики Узбекистан, Ферганский, областной русский драматический театр. Вообще, как бы, это Ферганский областной русский драматический театр имени Горького. Он был организован в 1931 году, когда участники кружков художественной самодеятельности были объединены в профессиональный коллектив. В основном, репертуар театра состоял из пьес узбекских драматургов, драматических и музыкальных спектаклей, а также переводные пьесы современных и классических драматургов. Театральная труппа активно участвовала на выездных спектаклях в отдаленных районах области. Ферганский областной русский драматический театр является одним из важнейших культурно-театральных центров своего региона, пользующихся большим успехом среди массовой аудитории зрителей. Ну, знаете, я вот почему-то, когда сюда ехал, Яндекс мне говорил, что он не работает. Я уж не знаю, верить Яндексу или нет. Потому что там вроде как даже афиши какие-то есть. Анигин, значит. Принцесса Турандот. Кружки. Короче, непонятно. Работает ему или нет. Вообще, знаете, опять же заметил такую штуку, что как Анди, вот что в Тургане, когда едешь по городу, в основном вот такая вот интересная малоэтажная застройка. Ну, не только такая, как здесь, потому что здесь реально оно все такое, как будто бы подстать этому театру. И строилось, наверное, примерно на плюс-минус тогда же. А вообще по городу, ну, в целом много, ну, вот там, допустим, вот тот домик подальше, который, да, вот этот. То есть он не сильно какой-то тоже большой. И в целом, высоток я здесь тоже как бы особо не видел. Я вот в Каканде видел одну высотку, это здание МБУ, этот, Национальный банк Узбекистана. И все. А остальные как бы были достаточно низенькие. Ну, вот, допустим, новые дома вот строятся. Ну, как бы видите, они тоже там буквально два этажа. Вот. И, например, в Фергане я, когда подъезжал, видел издалека что-то высокопанельное. Но потом, как будто бы оно пропало. Ну, то есть, типа, я не знаю, где-то, как будто на Ашибе Ферганы где-то строятся. А может и нет, может быть, когда гулять буду, еще замечу их. Знаете, я тут добрался до Дворца искусств. Честно говоря, я что-то как-то не впечатлен. Ну, ладно, окей, я понимаю, что как бы сейчас уже темно на дворе. Ну, как, время-то, в принципе, без 15.6. Но что-то как-то подсветка у него, я бы сказал, отсутствует. То есть, вот в парке она есть, вот. Вот тут фонари вот такие вот горят. А сам дворец подсветить забыли. Нет, я, конечно, понимаю, что сейчас, скорее всего, через какое-то время, опять же, странно. Вот, типа, здесь, короче, есть тоже фонари, вот на этой площади. Ну, они такие, типа, вот маленькие шарики. Но почему-то большие загорелись уже, а эти маленькие шарики нет. Да и само здание, как бы, в принципе. А, нет, вот там наверху вроде как какие-то люстры есть, но они не горят. Вообще, он напоминает этот дворец форумов в Ташкенте по архитектуре, наверное. Один и тот же человек его проектировал. Вот эти вот, во всяком случае, окна, окна арки очень сильно похожи. Ну, непонятно, что со светом. Я, честно говоря, думал, смогу здесь более-менее нормально поснимать. Думал, будет свет. Как в Корши было, например. Прекрасно. Я там гулял по парку и вполне себе мог себя снимать. А сейчас я понимаю, что там какое-то у вас темное пятно на экране. Жаль. Ну, в целом, ладно, я как бы скажу так, я правда не сильно впечатлен дворцом искусств. Не, он нормальный как бы. Но что бы его не подсветить-то нормально. Ну, то есть, как бы, блин, опять же, есть фонари, почему включают их в него, ну, не одновременно с большими фонарями? Ну, типа, почему большие уже горят, а эти не горят? Очень странно. Ладно, я поехал тогда в Центральный парк. Может быть, там хоть нормально все со светом? Вот, я подсветил телефоном вот этот фонарь, который должен светить. Короче, нет. Сделаю вот так. Короче, подсветка у... подсветка у него есть, а вот включить ее забыли. Какая жаль. Блин, еще, наверное, сейчас-то камеру не видно, но фергана, она окружена горами. Вот там вот, вот, я вижу глазами силуэт гор, но на камеру вряд ли это все видно. Если получится, завтра с утреца приеду, поснимаю. Может быть, кстати говоря, вот сюда утром приеду еще раз, поснимаю. Так, вроде бы в Центральном парке со светом, со свечением и с подсветкой ситуация обстоит получше. Не так, чтобы прямо светло, как днем, но тем не менее что-то что-то да видно. Там вот колесо обозрения светится. Вот, значит. Ладно, пойдемте посмотрим, что тут есть. Здесь еще одно колесо обозрения. Короче, по факту, по факту это просто ну, большой парк развлечений. Тут еще это какой-то краеведческий музей попробуют у него дойти. Ну, слушайте, я так понимаю, что вот это основная доминанта этого парка это памятник Альфергани, но вот я тоже не понимаю, почему вот время, ну, типа, вот время 6, да, там, начало 7-го, а все, его уже не видно. Я не знаю даже, как бы, будет ли его видно на картинке, как бы, но он вообще тоже никак не подсвечен. И причем, если у дворца этого искусств хотя бы, ну, там, фонари были, просто не включили, как бы, может быть, позже включили, может, сейчас уже включили, я не знаю. Но здесь нет даже никаких фонарей. Как бы, это очень непонятно. Ну, вот реально, тут по-любому нифига не видно, потому что, если, не знаю, попробую на iPhone подсъем сделать, если он высветлит. Ну, опять же, вот здесь, а напротив фонтан, как бы. Ну, хорошо, ладно, он сейчас не работает, потому что уже, как бы, первое ноября, я так понимаю, их просто уже выключили. Окей, ну, типа, не вопрос. Ну, как бы, тут подсветки тоже никакой нет. Ну, короче, блин, ну, я не знаю, в ноябре же не вымирают, вообще, люди, жизнь, ну, я смотрю по парку, люди ходят, гуляют, хотя сейчас там, типа, среда. Но с подсветкой какая-то беда, прям, конечно. Вот, такие вот круглые фонари, вот, про них я говорил. Хотя, вот у этих круглых фонарей, у них еще какие-то, вот, есть достаточно мощные прожектора, только вот непонятно, он куда светит, вот сюда, вот здесь просто пяточок освещает. Типа, алло, памятник вот здесь стоит. Эээ, непонятно, непонятно. Слушайте, короче, я вот дошел, тут еще есть Ферганский краеведческий музей. Вот, смотрите, как прекрасно я подсвечен, как прекрасно подсвечена какая-то парковка просто. То есть, здесь вот, вот, вот эти вот фонари, они очень ярко светят, то есть, видите, вот реально, как днем светло. И теперь, внимание, вот, видите, вот там вот синеется вот вдали. Это, блин, музей. Я сейчас, собственно, снова под съем, как бы, подкину с айфона, возможно, с него будет хоть что-нибудь видно вообще. Я не понимаю, почему, почему какая-то парковка вот так вот подсвечена, как бы, совершенно спокойно тут вот все видно, я причем кручусь со всех сторон, и, в принципе, ну, нет, вот попадает иногда лицо в тень, но, но в целом, как будто, реально пытались, короче, парковку подсветить, а музей почему-то нет, я не понимаю, может, я тупой, объясните мне, пожалуйста, типа, нафига так делать. Ну, типа, вот у вас есть музей, как бы, а вы подсветили парковку, на которой, как бы, даже нету никого. Ну, типа, тут деревья, конечно, красивые стоят, и вот, Национальная гвардия катается, с мигалками, ну, и мне кажется, это подсветка вообще до фонаря. А, и, кстати, это вот все за, как раз этим, за памятникам Альфрагани. Ну, может быть, лучше его нужно было подсветить так. Блин, это очень странно, реально очень странно. Ну, музей, как бы, музей, музей, я не знаю, там, конечно, нужно внутрить и смотреть, внутри, что там происходит, но, блин, можно было все-таки его подсветить. Как-то, 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 как-то странно. На самом деле, я когда про Феррану искал информацию, типа, что тут можно посмотреть, на самом деле, там есть две интересные достопримечательности, они в Маргелане находятся. И это, ну, Маргеллан, это город, короче, рядом с Ферганой Там достаточно такая интересная история Как бы Ферган, насколько я понял, это город вообще, в принципе, образованный русскими генералами Ну, когда там Российская империя еще была А Маргеллан, я так понимаю, он по-старший город Вот И там, собственно говоря, есть парочка интересных мест, в которые я, само собой, завтра поеду С утрица Вот, ну, для вас это будет буквально через несколько минут А сейчас я буду искать гостиницу Если что интересного в гостинице будет, покажу И кальянную Ну, как бы я уже нашел примерно, в которую я пойду Если там что-то интересное будет, я тоже покажу Ну, а так, в целом, либо встретимся через несколько секунд в кальянной Либо в гостинице, либо уже в Маргеллане Я-таки вас немножко обманул Смотрите, я нашел, нашел такие прикольные здания Даже, даже как-то, хоть как-то более-менее подсвечено Это кукольный театр Я видел его на карте, но, честно говоря Увидев, условно говоря, краеведческий музей И памятник вот Альфергани Я-таки думаю, блин, ну, как бы, ну, чё, какой смысл его искать А тут, короче, пока шел к машине, случайно вот мимо него прошел Знаете, он весьма прикольный Ну, то есть, во-первых, он очень стильно сделан В плане того, что такой, ну, под национальный вот эти вот все интересные шнуковины А вот, смотрите, какие тут прикольные сидят В таких вот Вот такие вот человечки О, человек с арбузом Ну, правда, он не подсвечен практически А, да, все видно Вот его там тоже есть Ну, собственно, человек в халате показывает игру с мутами Так, ну, не могу не показать, собственно, небольшой рум-турчик в гостинице Номерочек достаточно приятный Давненько не видел вот такие вот дозаторы в гостиницах Ну, в принципе, по мне так это прикольно, на самом деле Даже есть этот зубной набор Так Ковер Он повсюду здесь Вот такой вот ворсистый, прикольный А прикольно то, что тут вот одна вот такая вот кровать Полутораспаленная такая То есть она даже не одна спалка, она достаточно широкая Но это все-таки не двухспалка И, собственно, черный чайник Водичка, стаканчик Прикольный вот такой вот зеркальный шкаф Открывается вот так Чпунько Чпунько Не знаю, какой-то покрывал Видит окошко Не знаю, видно, не видно Ну, короче, тут во двор вид Сейчас открою Ну, ладно, это не важно И вот опять же Для иностранных граждан На 100 тысяч дороже Для местных 330 Для иностранных 430 Ладно, все, я погнал в кальянду Снаружи выглядит прямо так Прямо так достойно и пафосно, я бы даже сказал Ух, джентра А что не черный? А что черный был? Интересно Интересное местечко Сейчас посмотрим Насколько там пафосно внутри Вот Вот так выглядит отель, в котором я заселился Снаружи О, кальянный Классная кальянная Вообще прям супер Рекомендую Эдисон называется Если будете в Фергане Прямо отличное место По стоимости Короче, у них тоже нету Кухни, как бы Ну, заказали Я заказал просто шашлык себе Там Причем, когда я сказал кальянщику Что хочу шашлык Он говорит Сейчас я, говорит, позвоню там Короче, он позвонил По какому-то проверенному номеру Заказал мне шашлык Я, как обычно, взял Три молотых Пол лепешечки И этот Судьбу Все было, конечно, прям Супер вкусно Супер классно Реально парень Как бы с ним пообщались Вообще классно Он там полгода, говорит, работал в Сашкенте Прекрасно знает русский язык Вообще прям Ну, просто пообщались Очень душевно Заказ еды Типа стоил 60 тысяч А кальян мне обошелся В 150 Ну, я там еще на чай ставил Короче, нормальные цены Как бы совершенно адекватные Так вот Пока сидел в кальяной У меня зазвонила сигналка На машине Я даже не думал, что настолько близко Что даже сигналка как бы Уловит А в чем оказалось Я же припарковался не вот здесь Вот на На парковке у отеля Вот как все нормальные люди Ну, просто тогда места не было А припарковался я немножко дальше На территории какого-то соседнего заведения Вон стоит моя машина И, собственно, когда я подъезжал Я уже видел, что здесь Вот такая вот цепочка И такие столбики Но выглядело и так все нерабочим Я думаю, ну, просто цепочка-цепочка Наверное, никто не будет ее закрывать А в итоге они что-то Потрынкали мою машину Она пару раз Зазвонила, пока я там Дошел, посмотрел В общем, все уже закрыли Сейчас буду узнавать у администратора Как мне вызвали свою машину Или сзади И они начинают работать завтра Чтобы, собственно говоря Мне как-то нормально завтра утром уехать В Маргелан Помните, да? Так что вот Немножко приключений В общем, шел на завтрак Машина была еще Закрыта Шел завтрак А уже открыли Ну, видимо, в 8 часов Люди пришли на работу И открыли Так что Все окей Едем в Маргелан Итак, одна из достопримечательностей Маргелана Медресе Саид Ахмад Хаджа Было построено в конце 19 века Это квадратный двор В северо-западном углу которого Расположена мечеть с Айваном Окруженный хуржами Старые чинары и широкий арык Протекающий через двор Создают здесь тень и прохладу Мавзолей Саид Ахмад Хаджа Является одним из немногих В Верганской долине Где полностью орнаментирован Потолок Айвана и зала Потолок зала разделяют Широкие красные и зеленые полосы Украшенные цветами и вьющимися побегами Перекрытие Айвана украшено В той же цветовой гамме Здесь присутствует более мелкий Растительный рисунок Геометрический орнамент Разделяет поверхность стен На прямоугольное панно Завершением стен является Традиционный двухцветный фриз Выполненный в технике кирма Сегодня в этом медресе Верующие изучают Коран и Хадисы А в его 26 хужерах Устроены мастерские В которых ремесленники Занимаются золотым шитьем Шелкоткачеством Изготовлением ковров и атласов Создают деревянные, металлические И ювелирные изделия В целом прикольно, конечно Что я так рано утром сюда приехал Сейчас вот 15.10 Тут почти никого нет Я вот только слышал Как там один мастер что-то постукивал Делал Но интересно Весьма уютное такое Медресе Не очень больших размеров Наверное, поэтому Ну и да Вот эти, конечно Деревья Старинные Высоченные Широченные Такие по их виду Уже как бы Понятно, что они Многое повидали И вот этот вот Рык Действительно Широкий Ну В системе измерения Рыков, конечно Или рыков А нет Печка Такая классная Звуки Еще Как будто Что-то ткут Где-то там Ага Точно Сидит Девушка Ткет Прикольно Кстати, если верить Туристической карте Которая там рядом То В Маргелоне В общем много Достаточно достопримечательностей Ну там в основном мечети Древние 19 века Ну как не сказать, что прям сильно древние Нужно идти или не новые Вот Так что в целом Сюда можно Прям Еще раз наглянуть Еще раз посмотреть Всякое Интересное Девушки отдыхают Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова